Всем привет! Делаю еще один видеообзор двуспального дома на Чингмоне. У этих домов сразу же скажу, есть минусы. Это слабый менеджмент, куча комаров на террасе и практически нет интернета. Я не знаю, если он появится, это, можно сказать, чудо. Поэтому здесь вы будете пользоваться интернетом мобильным. Заходим внутрь, есть небольшой телевизор, столик с тремя стулами, диванчик. Микроволновка, посуда, какая имеется, раковина. Видим, что не мешало бы отмыть кухню. А в этом, кстати, в этом доме холодильник поменьше, среднего размера. Так, зайдем, посмотрим санузел. Вот так он выглядит. Неприятных запахов не чувствуем. Слив под душем, но вода будет растекаться, так как зона не разделена. Заходим в спальню. Что мы здесь видим? Большую кровать, кондер, шкаф, еще какие-то полочки. Обращаю ваше внимание на то, что матрас в этом доме жестковат. Так, идем дальше. Кстати, обратите внимание, да, видите, какая дверь. То есть, ну, не следит просто хозяин за домом. Вот. Поэтому велика вероятность того, что вы заедете в него и будете отмывать, приводить его в порядок, в чувство. Тут поинтереснее сделан дизайн у спальни. Какие-то работы есть по дереву. Этот санузел выглядит поинтереснее. Здесь все прикольно. Вот отдельная зона для душа. Туалет. Раковина. Ну, смотрите, да? Видите, лампочка. Вот. И не горит. И вот фиг его знает, когда он ее сделает. Скорее всего, когда вы возьмете сюда, приедете и сделаете ее сами. Вот примерно тогда и сделает. Про минусы я сказал. Про плюсы отмечу, что пешком до моря минут 15. Вот. В принципе, есть плюсы, есть минусы. Надо думать. Кстати, с террасы слышно дорогу, но не так сильно. Вот в самом доме, я думаю, слышно дороги не будет. С вами был Лев, с компанией Балсуми. С вами был Игорь Негода.